всем привет очередной еженедельник ну что ж на недельке было очень интересно слили воду конкретно на рынке нефти на самом деле очень интересная история на мой взгляд уникальная возможность на рынке нефти появляется поэтому я честно говоря даже подумаю об овердрафте у меня там есть несколько пара-тройка да скажем так возможностей взять овердрафт и я честно говоря сегодня завтра все взвешиваю посмотрю что завтра будет происходить с информационным фоном не будет ли гп вверх сразу в понедельник ну короче говоря я буду прицеливаться скорее всего хочу ухватиться за эту возможность честно говоря с 2017 года на мой взгляд такого не было в двадцатом было но в двадцатом было но как-то вот все-таки стремно потому что но действительно там мировой карантин и так далее вот а в семнадцатом была похожая история в начале года был слив когда все ждали рост и потом почему-то к началу лета семнадцатого года у нас появились крайне медвежье настроение крайне они из крайне там бычих стали крайне медвежьими и в то время уже была де действовала сделка пик плюс там и так далее так далее то есть для меня это было удивительно почему почему в то время народ ставит на шорт они покупают для меня было очевидно покупка сегодня тоже очевидно покупка хотя народ ставит на шорт и собственно я покажу в блоке по нефти ряд новых слайдов которые возможно вы не видели и действительно на мой взгляд события уникальные кроме того что у нас идет конкретный слив именно на финансовом рынке на физическом рынке все устойчиво даже вот спреды между спотовым товаром и фьючерсами они они расширились очень сильно в частности там на газойл я там имею отношение к этому расширился на 14 долларов когда стандарт 5 то есть фьючерсы ниже намного ниже чем спотовый рынок и это уникальная возможность я считаю что это и сигнализирует о том что имеется спекулятивная атака и скорее всего она направлена на конкретных людей данные конкретные фонды я думаю так потому что другого у меня в голову не приходится по позиции спекулянтов и без того низкие ну понятное дело что под загнать еще на народ шорт потом забрать больше денег это наверное уместная история вот поэтому я считаю что на рынке нефти сейчас уникальный шанс это наверно это может стать лучшей сделкой там в этом году как минимум а может и за последние два года кстати вот ну что ж давайте двигаться постепенно начнем по традиции с мокрушки поехали первый график это индексы pmi композида это деловая активность развитых странах в августе мы видим да что глобальный pmi средняя по 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 корзине вырос у нас и даже вышел на максимумы года последний раз мы были в начале прошлого года на этих уровнях то есть мы достаточно неплохо укрепились и в принципе есть потенциал даже переписать там двухлетние максимумы да по по данному показателю если в сентябре у нас тенденция останется конечно есть на этот счет у меня сомнения но мы сейчас увидим что я показывал да свой свой авторские наработки в прошлом выпуске до конца года не предвидится рецессии да то есть есть рецессионные процессы в промышленном секторе но они компенсируются сектором услуг развитием все сектора услуг поэтому я думаю что до конца года можно не переживать и есть шанс увидеть вот такой вот вынр вынр да от пи пи маек глобальных выше на там двухлетних уровней и это кстати момент тоже по рынку нефти это тоже момент по рынку нефти я об этом и не подумал но это тоже бал в пользу того что возможно рецессионные риски да вот опасения скажем так неопределенность она уйдет из из повестки дня в ближайшие пару месяцев ну или затихнет да не не будет такой ярой но и по мере роста нефти конечно это дело будет все то то точно в умах да я имею ввиду не нереально ожидания будут затихать великобритания вообще просто великолепно до слова великобритания дальше расширяется америка замедляется любопытно что это единственная страна из развитых которая замедляется даже китай у нас плоский европа япония плюс-минус плоская европа ниже 50 но возвращается канада возвращается то есть только только в экономике америки у нас наметилась замедление темпов роста деловой активности вот но тем не менее да в основном выше полтинника глобальный выше полтинника то есть пока все достаточно устойчиво индия плоская да то есть без изменений в августе но очень высоко то есть принципе экономика расширяется все плюс-минус хорошо деловая активность в штатах вот производственный сектор согласно оценкам айсэм агентства мы видим что даже по подросли мы в в августе относительно июля но все равно ниже по полтинника устойчиво несколько лет это все продолжается и в общем то это сигнал к тому что экономика производственная активность в штатах слабенькая да но спрос на на нефть остается очень устойчивый поэтому здесь не нужно заблуждаться в том что у нас есть там но какие-то истории связанные со снижением спроса и так далее все в порядке там со спросом да он не расширяется он не входит на исторические уровни но он и не падает поэтому в принципе пока все в порядке в целом слабая данная потому что они о дарс и продакшен все минусах при этом цены растут и 54 и даже ускорили рост в августе месяце это несмотря на то что нефть была под давлением весь август представьте то есть даже не несмотря на это поэтому при росте нефти конечно история будет немножко меняться с инфляционными ожиданиями но это может добавить беспокойство а если брать сектор услуг подросли устойчиво выше полтинника там по моему за это за все эти два года там до 22 мы там один или два раза то только подныливали под полтинник то есть это такие разовые были события до бизнес активность чуть-чуть слабеет там не ордер чуть под подросли но вы обратите внимание что все показатели выше 50 кроме сайпл деливерс то есть до доставки да ну скажем так но тем не менее тоже подрастает вот но сам факт что цены тоже растут обратите внимание 57 3h это тоже сигнал да то есть они растут несмотря на такие можно даже объявить что это рецессия в производственном секторе такая выборочная вот даже там растут цены на на фоне замедления деловой активности и в секторе услуг они тоже растут то есть в принципе цены остаются устойчивы ну инфляция плюс-минус общая да за счет замедления на рынке труда мы видим что рынок труда у нас немножко слаб в секторе услуг но все равно выше полтинника ниже полтинника employment в секторе в производственном хоть и лучше чем было в июле то есть у нас действительно имеется замедление ухудшение до охлаждения рынка труда за замедление занятости в экономике америки и мы видим что в июле у нас открытых вакансий вышло намного меньше чем ожидалось там вышло 7 там и с чем-то ожидалось там 8 да и с учетом того что растет количество безработных у нас соотношение вакансий к безработным то есть дефицит рабочей силы ушел ближе к единице да то есть один и один примерно и это уже ниже до ковидных уровней то есть действительно охлаждение происходит и ну что важно да конечно же это оказывает давление на инфляцию мы видим что базовая инфляция красная линия продолжает снижаться вот но что еще более важное либо не менее важно это то что всегда такие вещи происходят перед перед или в момент рецессии поэтому рынок труда выходит конечно же на передний план for для фрс августовские данные тоже были слабенькие в принципе они пока указывают на то что рынок труда расширяется как бы быстрее средних значений то есть принципе у нас есть устойчивый рынок труда но он ослабевает и это факт правда в августе количество безработных поменьше лада но как бы мы остаемся все равно на каких-то более высоких уровнях индекс ну чем это было к примеру в прошлом году даже индекс рабочей силы да это labor force да то есть участие мы видим что плоские мы количество занятых плоская и количество занятых здесь вне сельскохозяйством это в общем да у нас тоже остается плоская то есть в принципе пока не не намечается каких-то таких жестких посадок да в на рынке труда вот все достаточно мягко но действительно есть замедление все равно я считаю что рынок труда остается относительно крепким относительно снижение инфляции да то есть вот что в плане если брать двойной мандат да вот фрс то конечно же картина на самом деле благоприятная потому что инфляция снижается рынок труда растет но он более устойчивый да то есть чем там трендовая диагональ к примеру да то есть все таки все достаточно хорошо развивается так как хотелось бы фрс вряд ли эти данные нам говорят о том что на 0 5 снизит фрс в сентябре но рынок уже ожидает поэтому 0 25 я думаю обеспечено у нас индикатор сэма да это индикатор рецессии продолжает ухудшаться в августе он уже вышел ближе но 0 57 значения напомню что всегда когда он выходил выше 0 5 я давал эти данные исторически всегда начиналась рецессия и это один из важных индикаторов рецессионных поэтому в принципе у нас есть момент который указывает на то что рецессия все-таки грядет но опять таки по моим оценкам она в этом году возможно да это декабрь то есть вот примерно так и в наиб и с нового года да то есть вот в двадцать пятом прямо с первых месяцев вполне возможно история рецессии поэтому вот пока я придерживаюсь этого тайминга то есть но грубо два-три месяца у рынка еще есть поэтому по постепенно эти процессы наверное будут накаляться и будем на это все дела смотреть нефть опять-таки стоит обособлена сейчас потому что там на мой взгляд проблема не в приду не в спросе а проблема в предложении поэтому там нужно иначе все смотреть сейчас мы это все посмотрим еще ну и данная по и недельные данные мы видим что индекс средбук розничная продажа резко вверх 62 процента вышел на максимум и года и на максимум и последних двух лет опять вблизи них то есть принципе начало сентября очень даже привлекательно вернее конец августа получается это данная за прошлую неделю и рынок труда тоже до новая посоль новая заявки на пособия снижаются то есть принципе рынок труда остается устойчив то есть мы видим что охлаждение на рынка труд на рынке труда есть и но в целом все окей то же самое с экономикой розничные продажи резко взлетели вверх очень даже интересно но наверное это разовая история посмотрим как этот индикатор будет показывать себя дальше ну и за финалем это ожидаемая инфляция это мои оценки по инфляции мы видим что моя модель на август резко снижается это примерно соответствует оценкам рынка рынок ожидает снижение годовых темпов инфляции в августе до двух и шесть процентов напомню сейчас два два и девять это примерно в ракурсе вот моих ожиданий дальше в сентябре дно и будет откат по инфляции эта история она может сломать рынок то есть рынок может заклама увидим как будут как будет закладывать рынок дальше ожидания своей консенсус если будем там с октября октябрь ноябрь вниз ожидать дальше да а мы будем идти вверх против то это будет конечно история плохая тем более если у нас будет замедление деловой активности вот но даже если это и произойдет то там условно к началу следующего года до первые месяцы потом мы увидим резкое падение прям до лета мы увидим там нулевые темпы ну понятно что это при прочих равных и мы должны понимать что эти прочие равные сильно меняются то есть оценивать перспективы инфляции в двадцать пятом уже будем в начале следующего года поскольку мы увидим да вот осенью и в конце года как действует фрс чтобы что происходит в экономике и тогда уже будем прикидывать что нам ждать а вот пока я считаю что рынок прав на август его и в общем то где где-то примерно все выйдет в рамках ожиданий как отреагирует на эти ожидания рынок ну на самом деле сказать сложно потому что у нас есть действительно замедление деловой активности вот по некоторым данным по некоторым нет да то есть такие вот про противоречивая моменты но всегда говорю о том что нужно не забывать что на сегодняшний день госсектор это основной источник спроса и на каждый рост ввп на один доллар госдолг растет на 2 доллара представьте и так уже там 55 кварталов это все продолжается то есть долг растет колоссальными темпами за день по 35 миллиардов то есть вот сейчас вот эти данные были свежие кстати там или за неделю на наверное это за неделю да да ну то есть там в квартал триллион прирост госдолга представьте то есть это серьезная цифра очень-очень серьезные цифры поэтому конечно же в таких условиях экономика америки показывает удивительную стойкость хотя ряд показателей уже сигнализирует о том что рецессия либо должна была произойти либо вот-вот произойдет но опять-таки повторюсь по моим оценкам еще рано об этом судить замедление инфляции в рамках ожиданий наверное не причинит рынку сильной боли да но и не порадует его потому что инфляция все все-таки снижение инфляции говорит о замедлении экономики и об охлаждении рынка труда вот если вдруг она снизится больше ожиданий тогда это плохо потому что это будет сигнал к тому что экономика замедляется быстрее и есть риск того что фрс ошибется вот как мы увидели кстати по рынку труда данные вышли слабенькие на самом деле занятость хуже ожиданий хотя без безработица в рамках ожиданий но вот количество рабочих мест рост темпов занятости все это вышло хуже ожиданий поэтому конечно это тоже плохо вот что касается по макрушки мы видим в целом на самом деле экономика америки держится за счет сектора услуг даже рынок труда держится за счет сектора услуг потому что весь прирост занятых в августе пришелся как раз таки на сектор услуг в промышленности даже есть рост безработицы там минус 24 тысячи по по занятости вот в чем весь секрет услуги генерируют услуги генерируют услуги генерируют устойчивость экономики ну и плюс конечно же госсектор конечно же но отчасти это и просачивается в услуги потому что основные статьи расходов госдепа сейчас да то есть вернее про правительство американского это конечно же медицина это разные выплаты это вот убрали по списали студенческие долги тоже понятное дело за счет бюджета и и так и ну конечно оборонка поэтому тоже сектор услуг поддержку имеет со стороны бюджет вот вот в чем весь секрет устойчивости экономики мы в принципе впрочем пока видим что это продолжается но мы знаем что сбережения потребителей снижаются мы знаем что расходы как по по госдолгу так и по потребительским кредитам растут мы это все прекрасно видим и мы понимаем что есть трудности и как только ухудшится ситуация на рынке труда у нас конечно же начнется ну или появится большой риск рецессии или если фрс не будет действовать на опережение то то начнется рецессия пока рынок труда показывает более-менее устойчивые показатели хоть он и замедляется вот ну что ж теперь давайте приступим к блоку по финансам посмотрим что там моя модель честно говоря по есть какое-то понимание что она запаздывает и запаздывает именно не вне не корреляция типа да вот есть временной лаг между моим моделью и а запаздывает именно компоненты сами расчеты очень медленные и запаздывают то есть они не чувствуют изменения условий да мы видим что здесь у нас было за за запаздывание в сторону роста и сейчас у нас есть устойчивая перепроданность якобы к котировок сны 500 относительно финусловий такое ощущение что а потом обвалится этот показатель то есть где-то где-то что-то тормозит вот это либо какой-то компонент я еще не пересматривал занят был моделью поясна при 500 общей до которую показывал в на и на этой неделе в канале да и видео в новом она уже есть вот и и теперь пересмотрю данный показатель вполне возможно что есть что-то что запаздывает и тормозит расчет поэтому я буду смотреть на этой неделе рассматривать данный показатель пока есть типа как перепроданы но если брать и индикатор на основании тех же компонентов которые входят в модель только другой момент аппарата мы видим что финусловия будут смягчаться то есть ужесточаться да у нас конечно не такой обвал как был в прошлых расчетах на прошлой неделе почти к нулю у нас упал данный показатель но здесь не к нулю а по левой шкале то есть к минус 0 5 вот минус 0 0 5 5 процентов вот но сам факт что все равно он остается ниже ноля то есть он не выравнивается он чуть лучше стал но он не выравнивается поэтому на мой взгляд картина здесь пока лицеприятно да то есть дальше будем снижаться и финусловия будут ужесточаться а вот остается индикатор чувствительных свежим данным мы посмотрим я буду тоже его перерабатывать посмотрю что можно сделать как можно с ним поработать чтобы замедлить его чувствительность финусловия от федерального резервного банка chicago синяя линия финусловия чуть ужесточились на самом деле на прошлой неделе было 0 55 сейчас 0 5 то есть у нас он чуть выше столкнули ада то есть это эффект ужесточения но условия для получения левериджа на финансовом у финансовых компаний остается крайне слабый то есть мы гораздо ниже ноля то есть все достаточно низко и у нас имеет место быть ну как бы по версии да вот федерального банка сент луиса у нас есть ситуация с мягкой с мягкими условиями на финансовых рынках и финансовой системе америки вот картина конечно на мой взгляд неверная все-таки я еще я склоняюсь к тому что они более жесткие чем транслируют нам эти индексы а все потому что спреды узкие то есть вот конечно у нас эта история на которой влияет рынок на самом деле вот так это кэш к общим активам коммерческих банков мы видим что приличное падение вернулись к лаю это лой с лета прошлого года то есть ликвидность сокращается друзья несмотря на то что общая ликвидность выросла вот именно высокие ликвидные высоко ликвидные деньги да то есть кэш это прям топчик то есть вот поэтому на данный мультипликатор s&p 500 больше откликается нежели на мультипликатор той же ликвидности которые я рассчитываю там с тега rrp и assets и баланс фрс вот и мы видим здесь да что все-таки есть давление денег не хватает говорил писал да в своих записках по денежному рынку американскому что у нас есть интересный момент на самом деле до конца квартала по идее ликвидность расти не будет потому что у нас минфин уже исчерпал свои объемы на вот по новым аукционом для векселей для коротких трэжей и поэтому счет rrp и обратных рэпу да у нас по идее снижаться не будет потому что именно они монетизируют этот долг при этом минфин у нас будет выпускать и делать акцент на длинные выпуски и вытягивать деньги из системы поэтому на мой взгляд картина для ликвидности не хорошая по крайней мере она не будет расти до конца текущего квартала то есть до конца этого месяца а потом уже осенью посмотрим на новые планы и так далее то есть в принципе есть условия для сентября чтобы рынок еще обвалился и в общем то я думаю что это и будет происходить ожидания по ставкам рынок до конца года ожидается снижение ставки на 0 75 2 по 0 25 я честно говоря думаю что рынок ошибается я думаю что максимум 2 если не будет форс-мажоров это сентябрь и декабрь по 0 25 а если будут форс-мажоры в октябре ноябре тогда в декабре могут снизить на 0 5 но я бы на это пока не ставил в следующем году ожидается снижение аж на 1 и 4 процента то есть в сумме 2 и 2 процента с текущего момента до января 26 то есть до конца следующего года в сумме 2 и 2 процента то есть инфляция ставка будет 33 с копейками вот напомню что по моему прогноз фрес 45 на следующий год но вот кстати в сентябре через неделю через неделю у нас будет заседание и там будут свежие оценки макро оценки дайкон экономики и перспектив ставок поэтому тоже важно посмотрим что они пишут но на текущий момент времени на мой взгляд рынок сильно лихо ставит на снижение ставки в следующем году конечно если будет рецессия то мы можем увидеть и более жесткую траекторию и экстренное снижение там и так далее но при прочих равных вряд ли это осуществимо тем более я сомневаюсь на это насчет этого года я думаю что мы увидим максимум 05 ну и авторский мой индекс страха основан на индексах сот начатах сот мы видим что он продолжает валиться и мы находимся на минимумах как минимум там 12-13 лет и всегда ранее это приходилось на лои рынка но в общем то может на этот логи придется все таки потому что индикатор с учетом временного лага рисует в ноябре вот этот лой да и в принципе возможно до ноября мы рухнем так что это и будет действительно минимум рынка поэтому ну как минимум можно ожидать что рынок будет дальше снижаться хотя опять таки с начала текущего года мой индикатор ниже нулевой отметки сигнализирует о том что страха много при всем при том что рынок вырос значительно да там на 11 или 12 процентов с начала текущего года поэтому я считаю что по идее все должно быть нивелировано то есть весь рост текущего года должен быть помножен на ноль скажем так да и коррекция на 4 800 она вполне себе вразумительное что мы сейчас и увидим в блоке по рынку ну что ж дальше у меня идет рыночек что хотелось бы сказать по финансам в общем то я на мой взгляд рынок переоценивает снижение ставок 2 и 2 процента до конца следующего года но это прям ту матч хотя конечно если мы ставим на то что будет рецессия то в принципе это даже и мало потому что у вас возможно придется принимать ну какие-то экстренные меры для снижения ставки для реанимации экономики для спасения финны рынков поэтому может быть и ноль быть на самом деле но если при прочих равных да то есть если мы ожидаем софт лендинг как рынок ожидает то мы по идее не можем так агрессивно ожидать снижения ставок потому что софт лендинг это как-никак плюс и замедленные инфляционные процессы но все-таки инфляционные процессы вот что касается текущего положения дел я склоняюсь к тому что условия в сентябре будут не на руку фондовому рынку почему потому что ликвидность будет изыматься как по крайней мере она не будет расти и в общем то я думаю что рыночек имеет все шансы сходить вниз ну а дальше уже будем смотреть если признаки финансового кризиса ну честно говоря их нет кроме того что на рынке эйфорье да то есть прода остаются узкими но пока взлетов никаких нет то есть у нас да есть там с не снижение кэш совокупные активы но не так агрессивно как при кризисах да у нас нет там взлет оставок у нас нет там расширения спредов пока все это в рамках но такое вот коррекционного положения рынка то есть ну посмотрим вполне себе история что вот именно эта коррекция и закончится как как каким-нибудь флеш-крешем там аля сжатие ликвидности и так далее которые мы увидели в начале августа поэтому нельзя этого исключать точно в целом если брать по рискам то конечно же я склоняюсь к тому что на сегодняшний день рисков также много как и было в 2008 году перед кризисом то есть я считаю что действия фрс договоренности с китаем встречи с главами инвестиционных банков это все неспроста то есть понятное дело что обговаривают методы пути решения проблем которые либо уже а возникли либо бы возникнут в момент флеш-креша поэтому я думаю что эта история вполне себе жива да то есть прилет черного лебедя на рынке и вот такая постепенная коррекция которую мы наблюдаем завершается просто резким обвалом на гораздо сильнее чем был в августе и вот оттуда уже будут выкупать понятное дело что при причины таких движений могут быть как сжатие ликвидности на фоне тех же там real estate фондов на фоне региональных коммерческих банков там и так далее так далее то есть могут поплыть какие-то фонды и это приведет приведет к тому что нехватка нехватка ликвидности вот ну на самом деле по живому видим но предпосылки такие есть их пока не просматривается в метриках но они точно существуют ну что ж друзья теперь давайте посмотрим на рынке что происходило и что же аж ожидать от них на следующей неделе первый график это доходность десятилетних трежерис мы видим что мы так и не вышли на 4.2 все все таки забеспокоились на мой взгляд была предпосылка роста к 4.2 и это по идее должно было послужить поддержка для рынка я ожидал что рынок вырастет 5.8 по сипе 5.806 даже там может быть да перед снижением но вот как видим что этого не произошло пошла волна коррекции новая и в принципе 3 4 3 там 3 это вполне себе та доходность которую мы можем увидеть по тех анализу запустился нисходящий фрактальный канал он стал актуален ну и в общем то снизится снизится к лоям конца 22 начала 23 годов на вполне себе история дальше вряд ли потому что мы должны понимать что 3 4 процента это уже низко относительно ожиданий то есть даже если фрэ снизит там на тех же ожидаемых 2 и 2 процента то это тех же 3 и 3 да вот по доходности которая будет там в конце следующего года аж вот и и наверное это тот прайс который может рынок заложить это снизится до 3 4 и там застрять либо откатиться либо наверное откатиться потому что появятся признаки того что фрэ с не будет так агрессивно действовать и начнут переоценивать до рынок тогда может откатиться там вплоть там до текущих там 384 и потом только оттуда пойдут новые волны в случае если будет что-то реально происходить это плохо снижение доходности потому что у нас растет спрос на 3 же рис то есть конечно же где брать деньги в условиях скажем такой тесноты до на рынке то есть нет свободных средств нет новых денег а вот нет никакого и так далее то есть все то что новое поступает все идет на операционную деятельность расходы и поддержание текущих позиций вот и поэтому конечно же для для того чтобы покупать трежерис нужно продавать акции что мы наблюдаем до переток это основной это основной механизм да и причина того почему акции снижаются в начале снижения ставки потому что облигации становится в приоритете купить текущую облигацию которая генерирует большую доходность чем будет через там один-два года и при этом заработать на вторичном рынке еще и курсовую разницу это это ли несчастье да то есть здесь нет риска практически учитывая что обычно акции находятся в этот момент на своих исторических максимумах что естественно сопряжено с более повышенным риском движения дальше вверх вот поэтому аллокация это и влияет на на рынок на фондовый рынок вот поэтому я думаю что движение вниз это плохо для акции и акции вот пока мы не упремся в 3 4 3 3 акции будут снижаться вот кстати об акциях у нас настроение на неделе рухнули были мы вплоть до максимум с 21 года да то есть эти все уровни были на максимум 21 вот мы снизились но обратите внимание пока мы все равно остаемся выше даже августа вот ну и вышел у это того же конца апреля когда s&p был 4 4 500 4 950 вот то есть есть куда падать да то есть пока рынок не огорчится да и не рухнет там условно там на какие-то уровни ноября прошлого года там допустим а возможно и вообще в принципе на уровень октября 22 пока конечно у нас есть потенциал снижения широта рынка резко изменилась да у нас идет сужение рынка если брать выше 50 дневной средней до коротко скользящий средний рынок падает ниже 60 процентов уже торгуется выше но все равно мы находимся выше годовых минимумов тоже важно ну и 70 процентов торгуется выше 200 дневной годовой средний это же пока мы значительно выше минимумов я не говорю о год о прошлом о прошлых годах там прошлый год вострой конечно если туда метить то нам падать и падать в принципе ну и по теханализу трудно представить что мы отсюда сможем выкарабкаться но мы не неоднократно в этом году да вот апрель выкарабкались после распродажи август просто удивительный месяц мы выкарабкались просто сильнейший распродажи если брать по помогде там это одна из последний раз такое было в 22 вот и то что мы сейчас валимся тоже ну на мой взгляд выкарабкаться после такого но тоже мне кажется сложным и в принципе склоняюсь к тому что да у нас открыт путь 5 200 а дальше у нас открывается путь 4 800 но 4 950 лой апреля и 4 800 это тест хая предыдущего года то есть в принципе вот такие цели на мой взгляд вполне себе релевантны и их можно прицеливать для меня вообще роста вот падение начала августа и закрытия августа это просто космос это реально космос мы вернулись на блин к историческому максимуму и мы его не пробили почему-то хотя казалось бы да то есть лежит и уже эти стопы но и рынок повалился просто чудеса на виражах да и только в целом склоняюсь что вообще рост рынка текущего года это сюр и эта история исключительно про окешивание хоть моя и модель показывает что эта история на роста она была справедливой да действительно если если мы опираемся на экономику экономика крепкая и можно просто взять за предпосылку пока фрс не начала снижать ставку рынок не упадет как только рынок понимает что ставка однозначно будет снижена как сейчас до рынок понимает что ставку снизят в сентябре уже вот через неделю вот и рынок начинает падать вот для мой на мой взгляд это идеальная предпосылка выхода из жесткой политики да то есть вот почти почему так но кроме того что идет перетоки да так это еще снижается ставка когда экономике плохо поэтому вот этой тебе история то есть весь год роста те текущий год роста он сопровождался сильными макро данными и сейчас макро данные нельзя сказать что они там прямо очень плохие да то есть они устойчивы у нас нет там и нету без безработицы в пять процентов инфляции там ниже двух процентов да ниже таргетов фрс там у нас нету отрицательных розничных продаж от месяца к месяцу то есть у нас в принципе все в порядке но у нас да у нас есть ряд показателей которые оси сигнализируют о гарантированной рецессии но не завтра до а там концу года не ранее поэтому в целом рынок это ожидание поэтому видимо уже прасят эту историю которая с перетоком в трежаки и так далее так доллар по доллару остатки в валютной остатки финансовой системе сша синяя линия на неделе чуть снизились доллар перевернутый умножен на минус единицу красная линия это широкий бро от индекс да то есть поэтому он не находится на лаях там прошлого года как мы видим dx то есть это означает что валюты развивающихся стран не дорожают а это все происходит только за счет базовых валют вот и под потому что вилка в монетарной политики то здесь понятное дело вот и здесь история с тем что возможно мы начинаем закругляться мы вышли на максимума прошлого года а вот по данному счету и в принципе если мы будем теперь снижаться предпосылки есть потому что я думаю что ликвидность будет сокращаться ли как минимум не будет расти в принципе есть хорошие условия на мой взгляд для роста доллара наконец-то то что я давно ожидал я думаю что вот это время пришло мой авторский индикатор оценки условий на настроение точнее настроение на рынке доллара сигнализирует о том что настроение рухнули до минимума прошлого года тогда когда вот как раз таки лето прошлого года да мы тогда ставили дно рынка и пошел большой откат скорость снижения этого индикатора черной линии это это магди индикатор падал со скоростью которая ранее наблюдалась 2016 году то есть скорость была колоссальное падение вот при этом спекулянты почему-то не хотят распродаваться это плохо на самом деле возможно захотят снести стопы еще перед тем как рынок развернется но почему-то очень устойчивая очень устойчивые ланги засели под их суспекулянтов очень интересно ну в принципе возможно это и предпосылка к росту посмотрим вот кстати позиции по фьючерсам это спекулятивная папа позиции по фьючерсам торгуемых на семье мы видим что черная линия да это вот ожидание по доллару спи спекулянтами и показатель рухнул вплоть до минимумов с того же там 21 года то есть народ не ожидая что доллар будет расти на пока медвежьи позиции чистая чистая медвежьи позиции остаются по франку бордовая канадцу по австралийцу только австралия снижается да обратите внимание что по австралу идет снижение в медвежьей зоне все остальные растут то есть либо сокращают спекулятивные позиции медвежьи да либо же наращивают бычу ну и почему-то франку нас впереди фунт впереди планеты всей по позициям все верят в то что он будет расти ну и техническая картина мы ну как бы сделали перелом откат и вот свечка пятницы просто прекрасная а вот очень такая красивая втяжка а вот ну конечно выше 102 появится больше уверенность в том что у нас разворачивается но я думаю что дело это будет уже скоро то есть я я я думаю что неделя и мы будем выше 102 то есть рынок попрет вверх доллара и в принципе до 103 с половиной вот тест предыдущих лайлов здесь этот зеркальный уровень есть на дневке да тоже важный момент и тут я думаю что будет очень интересно отсюда мы наверно уже будем откатывать то есть выше 102 до 103 5 нам ничего не мешает в целом я не ожидаю выше теперь уже до выше 100 6 107 думаю что мы вернемся к тому уровню хотя может и будут некие проколы посмотрим и только там доллар поставить свой реальный хай и начнется снижение так рынок золото остается на мой взгляд перекупленный чистая спекулятивная хоть и отступила от исторического максимума но остается там у нас объемы в фондах остаются слабое но приток приток продолжается это данная на на конец августа на прошлую неделю мы видим что очень хороший приток в северной америке так у нас есть и в азии вот по и почему это важно понятное дело что это дополнительный спрос на золото понятное дело что эта история про то что золото будет расти на длинном отрезке там и так далее это все понятно но в моменте приток фонда инвестирующие в золото еще сигнализирует о том что появился спрос на защитные активы на тренжерис и на золото очень важный момент поэтому я и говорю о том что это сигнал в пользу того что у нас есть рисков и мы уже в нем находимся начиная с августа месяца поэтому я считаю что это тоже дополнительный сигнал в пользу снижения фондового рынка так спреды у нас стоят на месте обратная фьючерсная кривая все в рамках корреляции мы видим что сезонность нисходящая до октября весь сентябрь ну за исключением там ну какого-то отката у нас нисходящий так коррелирует кстати с лангом по доллару поэтому я думаю что можно смело продавать золото смело вплоть до для начала 2 360 возможно это будет 2 280 да то есть смотри за динамикой то есть я думаю что с текущих мы рост дальше не продолжим по крайней мере для этого есть все предпосылки и мы как как раз таки имеем шанс съехать в рамках сезонности в район 2 360 ну можно конечно подождать пробой ниже про проход ниже 2 470 да там можно его не ждать вот но в целом я склоняюсь к тому что золото будет дешеветь медь по медиа у нас сокращение спекулятивных позиций все достаточно вяло позиции остаются выше нулевой отметки но они конечно отступили от тех максимумов которые были в начале года в первую половину вот то есть пока есть некие сомнения по сезонности мы вверх до середины сентября дальше вниз до октября и в общем-то спреды у нас спред остается ниже нулевой отметки вот спред слабенький откровенно слабенький да вот но тем не менее он не обновляет а минимумы да то есть мы как-то более-менее устойчивы рынок слаб но локально наверное все все таки во возможен рост в сентябре если брать вот данные от сезон или те то есть они эквити клок это у нас ресурс вот здесь более длинные отрезки да не поэтому весь сентябрь вообще боковой то есть принципе вверх вниз история понятна да поэтому и спреды слабая скорее всего на вот если смотреть по технике мы так и не пробили 422 откатились мы тестим сверху ранее пробитую верхнюю границу нисходящего канала что рынок частенько любят ну и в общем то я думаю что будут снова пытаться взять 422 дальше я склоняюсь к тому что важные уровни будут 445 и далее аж 4 и там 65 где-то вот там 48 на 47 примерно вот где где-то там здесь и какие-то есть технические уровни и уровни фибоначчи то есть вот я руководствуюсь вот такой комбинации поэтому я думаю что рынок нефти рынок меди порастет ближайшие пару недель и эта история тоже про поддержку рынка нефти ну а рынке нефти нужно сказать совсем пару слов новых слов которые я еще не говорил придержал это вот на момент обвала думаю вдруг а будет опал и я здесь выступлю с вот таким экстренным сообщением скажем тогда глобальные запасы нефти у нас снижаются голубая линия это инверс да то есть умножена на минус единицу для наглядности корреляции и мы видим здесь наблюдается рост против снижения цен на нефть за последнее время такое наблюдалось там единожды да это было вот в в конце ночи в кавка в конце 21 начале 22 тоже было нечто похожее дату снижение против роста и тогда ну так тогда рост был обусловлен конечно же войной в украине то здесь это понятное дело примерно нечто похожее было в семнадцатом году то есть вот для меня вот по почему я упомянул в начале ролика потому что я как я тогда торговал только нефть и для меня было я пересматривал миллион метрик естественно вот и тогда мне было понятно что рынок разворачивается пошел рост за запасов пошли в рост спреды там ну была куча разных сигналов пользу роста рынок это игнорировал и для меня в то время была загадкой почему рынок игнорируют а сейчас я понимаю да потому что толпа потому что мы видим тренд удобно эти вниз и мы и мы и мы берем вниз вот 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 и все вот то есть и сейчас примерно мы имеем дело вот с дном рынка я уверен и для меня это уникальная возможность для того чтобы купить нефть подешевле кроме этого запасы на хабе кушинк тоже имеет высокую корреляцию с рынком нефти тоже снижать поэтому тоже у нас история вот примерно вот такая же дивергенция есть и там то есть я уверен в том что дальше нефть не пройдет запасы на следующий год если брать оценки минэнерго американского то запасы вырастут но незначительно да то есть мы даже не выйдем на уровне 23 24 то есть мы будем даже оставаться ниже среднего уровня запасов 24 года в следующем году и это было при всем при том что а пик плюс не не меняет условия да то есть что они будут снижать добычу напомню что пик плюс изменил свое решение и они теперь меняют условия игры пока отменили на пино переложили делать да на на два месяца решения о наращивании добычи в рамках добровольных сокращений вот но у нас взял на себя обязательства причем очень жестко выпущенные официальные письма от министерств энергетики министерств нефти от ирака казахстана и россии они взялись за то чтобы догнать то что они не выполнили в рамках добровольных сокращений и если учесть все эти договоренности если учесть что все участники рынка будут придерживаться этих договоренностей об этом сейчас очень много говорят и рак как от который был злостным нарушителями казахстан и россия все говорят о том что мы жестко привержены там и так далее так далее и мы видим что если вот братью при прочих равных да мы видим что у нас начиная с ноября месяца вы выходят не выходит нефти на рынок до дополнительно но это просто смешно 19000 баррелей в сутки 17000 41 тысяча 42 тысячи в июне то есть это просто капля в море это просто капля в море то есть на следующий год до осени следующего года мы не можем говорить о том что опек будет выдавать нефть на рынок он просто перестанет сокращать всего лишь вот вот в чем смысл поэтому эта картина конечно просто сумасшедшая на мой взгляд и это но это удивительно куда смотрит рынок мне непонятно кроме этого если мы говорим о том что допустим у нас есть софт лендинг да мы ловим до этот эту 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 историю действительно там но рецессии глубокая не да там есть там спад или еще чего-то допустим да конечно я я рецессию сейчас исключаю из риторики потому что это неудобно поскольку в момент когда это произойдет будет обвал в любом случае да то есть как ты не крути вот но на мой взгляд как как бы если бы сильная мира всего у них больше информации это знали то наверное они бы подзадрали нефть вверх так как я ожидал да я я напомню что я ожидал рост до октября месяца дальше падение вот потому что я ставил как как раз таки на рецессию я думал что раз люди знают да то есть те кто занимается нефтью по крупному они знают больше чем и конечно же люди знают и будет идти задерк вверх против медведей которых и так было предостаточно и которые почему-то не развеялись а наоборот еще больше усиливают позиции вот а потом только будет снижение то есть уже на фоне рецессии но рецессии наверное как так таковой до конца года не будет поэтому у быков появляется большой шанс и одна из еще важных причин это извлекаемая запасы спр да то есть запасные да вот продакшн к вас эти мы видим что у саудовской аравии ограничена добыча в рамках 12 миллионов баррелей у эмиратов 4 у нигерии там в но вообще дополнительно всего 160 тысяч 360 у кувейта 510 у ирака то есть просто смешно если мы увидим рост спроса в индии и канаде и китая то только индия и китай могут нарастить спрос там порядка там 45 миллионов баррелей в сутки представьте что это будет если если вот это все покажут потом и люди вспомнят что так всего 4 есть там ну плюс минус больше на 5 все всего там есть за запасных у опека под 5 при этом что за запасом очень мало сейчас в саудовской аравии в америке то есть все кинутся а нефти то нету на самом деле это будет паника то есть это тоже одна из базовых причин по которой нефть не может упасть низко на текущий момент времени на мой взгляд вся причина падения учитывая спреды учитывая то что финн рынок падает быстрее чем спотовый спотовый практически не падает он снижается а фьючерсы прям падают реально вот я считаю что это вынос фо это коммодити трейдинг эдвайзер наверное да то есть это советники по торговле коммодами у них было набранные большие позиции по нефтяным компаниям и вот наверное против них в принципе могли играть потому что это были исторические уровни там относительно вот данные на 30 августа и вы представьте что было на этой неделе да то есть разгром полный на этой неделе то есть они рухнули однозначно на нулевой отметки то есть до в минуса туда то есть получается что уже сейчас шорт у них открыт то есть в они закрываются однозначно и переворачиваются поэтому я думаю что играли конкретно против них потому что на фьючерсном рынке у нас уже было и так много шартов, то есть фьючерсный рынок уже был разорванный. Там играть было не против кого, поэтому я думаю, что играли против этих. Запасы нефтепродуктов мы видим, что в принципе да, у нас есть в Эмиратах запасы соответствуют прошлому году, выше уровня прошлого года Минэнерго, то есть Америка, выше прошлого года Сингапур, ниже остается Япония, то есть в принципе какие-то предпосылки, что рынок нефтепродуктов находится в профиците, они есть, да, вот однозначно они есть, это видно, но посмотрим, как будут дальше обстоят дела, в общем-то мы заходим сейчас, ну на самом деле в сезон ценового роста, это раз, а во-вторых мы посмотрим, да, как будут себя проявлять запасы осенью, здесь будут такие боковые колебания, то есть будет видно, как они будут расти, вот, пока так, но по нефти мы должны понимать, что нефти реально много и запасы там только растут, спреды, обратите внимание, сверху бренд, снизу WTI, спреды гораздо устойчивые фьючерса, то есть фьючерс просто обвалился в пол, спреды тоже упали, да, но они, к примеру, в пятницу вчера спред по WTI, то есть по бренду не снижался, а по WTI даже рос, нападение рост спредов возможен только, если у нас продают больше, получается, второй фьючерс, потому что первый должен расти относительно второго на падении, то есть, ну может быть даже, да, вот и второй фьюч продают тоже, но сам факт, что спреды остаются выше нулевой отметки, то есть они остаются в бычьей зоне, и вся фьючерсная кривая, соответственно, находится в бэквардации, поэтому здесь я бы не утверждал, как там Хавьер Блас, это обозреватель то ли Рейтера, то ли Блумберга, Блумберга, наверное, энергетический обозреватель, что контанга is coming, да, то есть нет, нету никакого контанга, у нас остается бэквардация, и она устойчива, и на длинном отрезке, и на коротком, то есть рынок остается бычий, несмотря на обвал, то есть спреды устойчивы, спредеры чуть, конечно, подраспродались и по WTI сверху, и светлая, и по бренду красная, но все равно позиции остаются высоко, то есть спредеры пока не паникуют. Сезонность рынка, ну сентябрь, начало, да, вот снижение, в принципе, что мы и наблюдали, дальше рост, то есть в принципе и сезонность в пользу роста, если так посмотреть, если брать спредчарт и сезонность, да, то мы видим, что мы уже прем против сезонности, откровенно, откровенно прем против, ну и отсюда у нас есть потенциал роста вплоть там до конца, до конца месяца, до конца месяца, да. Вот, смотрите, что у нас еще, чисто спекулятивная по 5 энергетических фьючерсов, да, у нас еще снизилась, и она на историческом минимуме, то есть еще до обвала этой недели, уже спекулянты стояли минимально в шортах, уже, уже исторически мы на ноле, то есть этого не было никогда вообще, то есть представьте, картина, конечно, очень интересная, от рынка просто отвадили всех быков, обвалили, вытряхнули, это, конечно же, перед ростом, поэтому я считаю, что в таких условиях падение дальше невозможно, почему? Потому что мы уперлись в 70 по бренд, упираемся, да, это поддержка с 22, с 23 года, с 23 года, уровень поддержки, если мы его проходим, дальше у нас открываются перспективы по нисходящему фрактальному каналу, то есть у нас это треугольник автоматически, да, мы выходим из него вниз и шуруем дальше к нижней отметке, это к 40 долларам, при текущих условиях снижение до 40 долларов не представляется возможным, даже если выпустит Ливия всю свою нефть, у нас все равно Бразилия слабая, у нас Америка слабая по добыче, она не растет, а в Бразилии еще и сокращается, то есть у нас есть ряд показателей, которые помимо ОПЕК кричат об проблемах именно с предложением, поэтому я считаю, что невозможно выйти при текущих медвежьих настроениях исторических, при текущих условиях сделки ОПЕК, и мы видим, что ОПЕК взялся крепко, что им мешает отменить вообще в целом добровольное, то есть не отменить в целом отмену добровольного сокращения и мало того еще и увеличить его, к примеру, да, то есть там это могут сделать с аудиты единолично, там, к примеру, да, там убрать еще 500 тысяч баррелей, там миллион убрать, вот поэтому я думаю, что здесь дальше вниз просто нет потенциала, нет данных, запасы снижаются, сделка ОПЕК работает, геополитика, Ливия, Бразилия в минусах, Америка не наращивает, ну и многое-многое другое, да, то есть у нас, ну просто не те условия, поэтому я считаю, что здесь хорошая возможность для покупки нефти. Конечно, вряд ли напрашивается рынок там выше 92-96, это те хаи, которые были поставлены в прошлом и в этом году, конечно, вряд ли, но даже если туда сходить там на 20-25 долларов, ну на минуточку, на фьюче это 25 тысяч долларов с одного контракта, то есть вот вам, пожалуйста, 5 тысяч долларов гарантийное обеспечение, понятное дело, что нужно заложить какую-то сумму на потери, да, допустим, там те же 5, да, то есть это 65 по бренду, и потихонечку можно это дело все просидеть, потусоваться, то есть в принципе я думаю, что здесь интересная картина. Так, по газу, газ мне не интересен, но все же он есть, да, что у нас, у нас рынок остается в профиците, профиците, закачка идет, сезонно с сентября у нас начинается рост до октября, очень важно, и мы видим, что рост начинается, нам нужно преодолеть 2,22, нам нужно преодолеть 2,4, в целом я склоняюсь к тому, что рынок вырастет до 3,4-3,5, который ожидает Минэнерго на конец текущего года, то есть я думаю, что предпосылки есть, это тоже в пользу роста нефти, кстати, поэтому я думаю, что этот рост будет чистая спекулятивная нулевая, просто уже там год, если не больше, да, она просто никакая, идет вбок, и, ух ты, почему-то еще раз, вот, что у нас здесь, а это, ну ладно, это у нас пшеничка, сентябрь у нас плохой, до середины потом какой-то рост, до середины октября, но уже начался рост, мы, в общем-то, видим, если брать спредчарт, то середина сентября, вот, как раз-таки есть дно рынка, дальше у нас рост до середины октября, на следующей неделе, кстати, отчет в Азде, на следующей неделе, кстати, по нефти у нас будет отчет, тоже классная вещь, вот, по спредам мы видим, что спред хорошо устойчиво растет, в принципе, неплохо все выглядит, как будто бы есть потенциал роста, спредовая позиция, спекулятивная позиция мне не нравится, в принципе, как бы она намекает на то, что мы потенциально можем еще снизиться, да, то есть вытряхнуть спекулянтов, она, конечно, относительно исторических максимумов низко, но, блин, если бы она рухнула вниз, вообще было бы классно, хотя техника, опять-таки, с графиком спорить нельзя, мы видим, что рынок пробил 560, это первая зона сопротивления была, и теперь мы двигаемся вниз, то есть тест 560 сверху, стоп подлой, в принципе, классика, да, классика по технике, по паттернам и тактическим действиям, то есть, в принципе, я думаю, что, скажем так, избегать такой возможности, пренебрегать такой возможности не стоит, думаю, что можно покупать, и, в принципе, там через неделю, по идее, начинается бычья сезонность, и, в общем-то, мы можем неплохо порасти, что касается цели, ну, как бы сложно сказать, нам надо пройти 600, надо пройти 640, ну, и дальше 720, посмотрим, что нам скажет Возди еще, повторюсь, данные на следующей неделе, я думаю, что там, возможно, будут какие-то подсказки. Ну, что ж, друзья, на этом у меня все на сегодня, давайте подводить итог. Итак, что мы имеем? Мы имеем крепкий сектор услуг против слабого производственного сектора. Это факт. Это происходит повсеместно в развитых странах, это видно. Но если мы берем композиты, то в августе у нас Global PMI Composite снова выше 50 пунктов. И если этот тренд, судя по моему индикатору до конца года, у нас не начнется рецессии, не будет снижаться замедлить деловая активность, то мы можем получить в ближайшие 1-3 месяца рост Composite PMI Global. То есть это положительно тоже для рынка нефти, на самом деле. Что касается рынка труда, он слабеет, но он все еще устойчив, инфляция выше 2%, то есть в принципе розничная продажа хорошая, то есть в принципе экономика Америки остается плюс-минус устойчива, опять-таки повторюсь, за счет сектора услуги государственного сектора. Что касается финансов, ну если верить опять-таки индексам ФРБ Чикаго, то есть Сент-Луиса, у нас очень-очень мягкая деловая активность, то есть вернее финусловие и рынки будут только расти. Нам учитывая ошибка, потому что они используют спреды, которые формируют рынок, то есть можно сказать, что своей эйфорией рынок и создал эйфорию в среде оценки финансовых условий. Я считаю, что рынок перекуплен и в принципе у нас есть все шансы идти вниз, но опять-таки пока я не вижу причин для рискового обвала, предкризисных сигналов пока нет, поэтому какая-то глубокая коррекция, обнулить весь рост года 4,800 это нормальная история абсолютно, я думаю, что это в рамках коррекции, в рамках здоровой коррекции для того, чтобы снизить напряженность на рынке, снизить перекупленность, сбалансировать базовые мультипликаторы и там уже дальше смотреть. Я склоняюсь к тому, что рынок не будет расти там еще годы, то есть мы входим в крупную боковую коррекцию, вполне возможно, что она уже идет с 2022 года и этот перехай этого года мы видели просто в формате окешивания тех, кому надо, но это все входит в рамки коррекции, которая уже два года длится, то есть в принципе не удивлюсь, если мы обновим 3500 и повторим путь 65-75 годов, расширяющаяся коррекция, 10-летняя и так далее. Ну я об этом всем высказывался в видео по S&P 500, поэтому кому интересно, посмотрите. Вот, что касается рынков, на мой взгляд, рынок нефти самая интересная сделка, покупка нефти, потому что все метрики говорят о том, что у нас рынок недооценен. У нас есть рост, снижение запасов, у нас есть устойчивая сделка ОПЕК+, которая еще год не вернет предложения на рынок, у нас есть снижение добычи в Бразилии, у нас есть недокапитализация отрасли в Америке, там добыча не растет и потенциально будет снижаться. То есть есть реальный риск, шок предложения, есть. Мы имеем локально Ливию, локально еще геополитику, но это локальные истории не могут быть решены, это понятное дело. Кстати, у нас еще история в Колумбии, там тоже блокада чего-то там, тоже какого-то из места рождения, то ли дорог, то ли еще чего-то. Вот, ну сам факт, у нас есть более устойчивые метрики, это сделка ОПЕК и снижение добычи в Бразилии и проблемы в Америке, поэтому мы можем с вами увидеть шок предложения. Помимо этого, у нас есть низкий уровень извлекаемых запасов в странах ОПЕК, то есть они не могут обеспечить устойчивость рынке, если и в момент шоков, это, конечно же, скажется, потому что низкий уровень запасов у саудитов, у американцев, низкие извлекаемые, быстро извлекаемые, да, объемы нефти у ОПЕК плюс низкие, но у ОПЕК именно. Вот Россия под санкциями, то есть, конечно, история такая себе. Вот, ну и естественно, медвежье настроение, то есть мы видим историческое медвежье настроение на рынке энергетических фьючерсов, то есть это именно нефтяные фьючерсы, это бренд WTI, бензин в Америке, мазут в Америке и газон. Зоэль в Британии, то есть вот мы имеем пятерку основных, которые перепроданы на текущий момент времени, и мы видим, что советники по торговле товарами тоже обнулили свои позиции, то есть у нас есть все условия для роста, и я склоняюсь к тому, что если бренд пройдет ниже 70, то у нас откроется окно до 40, это невозможно при текущих условиях, и в принципе я склоняюсь к тому, что этот обвал был и создан для роста рынка, то есть чтобы начать с низкой базы и вытряхти всех быков. Я думаю, что это мероприятие удалось тем, кто это делает, и теперь у нас рынок падет вверх. Поэтому я и говорю, что на мой взгляд условия уникальны, такие же уникальны, как были на ЛАЕ 2017 года. Для меня тогда тоже, повторюсь, было нонсенсом. Почему рынок падает, почему он не начинает расти, почему медвежьи позиции, это бычьи позиции тогда тоже рухнули и стали медвежьими. Все заговорили о дальнейшем снижении рынка, хотя запасы уже снижались, сделка АПК плюс работала, у нас были все предпосылки для роста. Поэтому и сейчас есть такое же время, и на мой взгляд это уникальная возможность, действительно, надеюсь, что она сработает. По рынку S&P 500, там, думаю, будет снижение дальше, мне сложно поверить в то, что она вырастет, он вырастет рынок S&P 500, но мы уже видели это и в апреле, и в августе, что просто было, ну, просто жесть на самом деле. Вот, ну, посмотрим. Я же, я думаю, что мы увидим 4,800 вплоть до даже вот там в этом году, то есть вот там в разрезе, даже может быть месяца на самом деле. Вот, по рынку доллара, я думаю, что рост, и там тоже интересная идея, на самом деле, я считаю, что там формируются хорошие условия для роста, и можно прокатиться на этом рынке. То есть, шорт по базовым валютам. Конечно, по базовым валютам я бы был бы аккуратен с иеной, хотя она интересна, она более волатильная, там интересно прикурить. И в целом, я считаю, что иену можно шортить, да, то есть покупка доллар-иена, даже нужно это делать. Вот, ну, понятно, что евро ближайший антагонист доллара, и фунт, потому что он перекуплен, я считаю, что при его снижении будут продавать больше, потому что есть крупные лонги и будут давить на фунт, и он будет падать быстрее, чем евро. Вот, ну и франк. Франк у нас опять минимум с 2011 года, я считаю, что будут его оттуда опять держать, то есть не дадут ему укрепиться еще больше. Вот, поэтому я склоняюсь к тому, что по валютам тоже можно шортить. Я уже это делаю, вот 4 валюты у меня, франк, иена, евро и фунт. То есть вот у меня 4 продажи. Вот, по золоту тоже, думаю, надо продавать, потому что, ну, оно перекуплено, это в рамках роста доллара. То есть, в принципе, и в рамках еще и сезонности золота. Поэтому я думаю, что там да. Ну, я там жду не глубоко, 2,360, ну, я на самом деле еще и не продавал, потому что у меня весь акцент на самом деле сейчас на рынке нефти и на рынке, и на фондовом рынке Америки. То есть мне этих позиций хватает. Ну, плюс уже есть позиции по валютам, но я хочу добавить шорт по золоту однозначно. Поэтому я думаю, что я это буду делать точно. Ну, что ж, друзья, на этом у меня сегодня и все. Хороших вам выходных. До встречи в нашем канале. Всем пока.